В начале нашего эфира мы с вами уже говорили о том, что 2020 год это год високосный, и это значит, что длиться он будет не 365 дней, как мы все запоминали с детства, а на день больше 366. Ну, ты умеешь считать? Да! Также в начале эфира мы рассказывали о том, что Солнце делает круг возле Земли за 365 дней и еще 6 часов. Для расчета эта цифра не очень удобна, поэтому астронавты приняли решение только раз в 4 года исчислять год в объеме 366 дней, используя 4 отрывка по 6 часов от предыдущих годиков. Да, и вот сейчас мы эту тему раскроем, постараемся, по крайней мере, раскрыть для вас, наших зрителей. Сегодня у нас в гостях Жанна Бойло, директор астрокомплекса ЮРГППУ. Вот так вот сейчас вы правильно называетесь. Доброе утро! ЮРГПУ. Да. И сразу бы хотелось немножко поправить. Так, давайте. Во-первых, не астронавты, а астрономы. Так. Астронавты это... Они летали и это все увидели. Американские космонавты. Это первое. Во-вторых, не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Вот, вот я люблю, когда профессионалы приходят, вот сразу ставят точный акцент. Дело в том, что мы действительно видим, что Солнце движется вокруг нас, но это движение кажущееся, потому что мы этого движения, движение нашей Земли мы не ощущаем. И нам кажется, что Солнце и звезды движутся вокруг нас. На самом деле, Земля вращается вокруг Солнца. И как правильно вы заметили, движение действительно неравномерное. То есть оно не постоянное, оно не ровно времени, а вот эти как раз несколько часов, они накапливаются, и действительно появляется лишний у нас с вами день. Вот, хорошо, Жанна, скажите, пожалуйста, вот с научной точки зрения, чтобы мы со Степаном больше и впредь таких ошибок не совершали, 29 число, как вот вообще, что это за день, да? Для профессионалов, для вас. Просто еще один дополнительный день, можно что-то сделать больше. То есть с научной точки зрения это тоже просто дополнительный день? А если у кого выходной, представляете, в этот день, как ему повезло. А еще если он оплачиваемый, то еще лучше, да? Поэтому, на самом деле, в результате разных астрономических наблюдений, в Древнем Риме уже было замечено, что вот есть некое несоответствие событий, которые происходят, различные праздники, с тем, что происходит в реале на небе. В то время был, это еще был Данашир, был солнечно-лунный календарь, затем во времена Гаи Юлия Цезаря, знаменитого императора, были сделаны перерасчеты, и календарь стал чисто солнечным. И вот появился вот этот лишний день. Почему именно февраль? Потому что вот, почему не сентябрь, да не октябрь? Почему не 32-й там или лишний 31-й? Дело в том, что весна в то время начиналась в марте, так же, как и у нас, и год начинался с весны. Не как у нас принято 1 января, а с весны. И февраль получался последний месяц. Ну, римляне были достаточно разумные люди, и они поделили нечетные месяцы 31 день, четные месяцы 30 день. И получается, вот в феврале все должно было быть очень хорошо. Один лишний день, да, 30-й? Ну да, 30-й. Но по легенде сыну Юлия Цезаря, Агустину, месяц август, тоже захотелось чем-то выделиться, и в августе появился 31-й день. У нас же идет июль 31-й день, август 31-й день. Отсюда у февраля стало не 29 дней, было бы 30 дней високосный год, да, 29 дней 30. Стало 28 дней и високосный год 29-й день. Хорошо, Жанна, у нас просто, к сожалению, очень мало времени. Вот скажите, пожалуйста, в небе можно увидеть что-то необычное в этот день? Или он просто такой же, как в небе? Просто обычный день. А вот тогда, извините, перебью, да, времени очень мало, но все-таки прямой эфир. Считается, что високосный год, он какой-то нехороший, что кто-то считает, что 29-е число это какой-то счастливый, не счастливый. Как вот профессионалы к этому? Я вчера специально смотрела в интернете одни сплошные приметы. Там и замуж выходить нельзя, и жениться нельзя. Кстати, в Англии было, если отказал жених невесте високосный год, он должен был ей подарить перчатки и фунт денег дать. И даже по этому поводу были выпущены открытки. Ну, на самом деле, это было связано, видимо, с тем, что зима, как правило, трудный последний месяц. И вот это вот даже Масленицу на Руси праздновали, да, как бы прощание вот из чучела сжигали. И, видимо, вот эти вот вещи, они так вот наложились в сознании людей. Потихонечку, да. Да, и постепенно, постепенно. Ну и, конечно же, незнание астрономии. В общем, астроном-профессионал нам сегодня говорит, что обычный день, обычный год, ничего не надо бояться, а наслаждаться лишним днём, правильно? Весна ещё наступает. Да. Мне кажется, это замечательно. Зима заканчивается. Опять же, лишний последний день зимы, можно в снежки ещё раз поиграть. Тем более, с такой метелью, как у нас. Или в кино на конце. Вот, друзья, проведите лишний год, лишний день этого года, вот с радостью, счастьем, и не думайте о плохих предметах. Или праздник устроить. Опять же, вот мне нравится ваша идея. Опять же, суббота. Спасибо. Большое вам спасибо, Жанна, за этот позитив, который подарили вот в этот лесокосный год, который все считают, что он будет плохим. Он будет хорошим, уверяем вас. Да, но я напомню, что у нас в гостях была Жанна Буйло, директор астрокомплекса ЮРГГПУ. Продолжение следует...